всем привет меня зовут кристина авдонина я выпускница третьего потока школы эмоционального интеллекта и психотерапии и сегодня мы с вами обсудим очень каверзный вопрос от подписчиков алексея юрьевича является ли алексей юрьевич все-таки агентом кремля алексей юрьевич добрый день и ответьте все-таки своим подписчикам агент вы или нет знаешь я немножко с конца начну точнее не с конца глубже было несколько эпизодов когда действительно эта тема начала всплывать первый эпизод это был помнишь была трагедия в хромой лошади да и там блогеры вносили в инфоповестку что есть 300 трупов которых не показывают их прячут там какой-то там многие блогеры говорили что правительство скрывает истинные потери значит но и точнее погибших людей и я тогда уже говорил говорю представьте чтобы 300 человек которых вот которые должны были погибнуть в этом пожаре да и которых скрывает должно быть 300 семей которые везде где это люди и я тогда начал всех успокаиваешь там у людей просто голову посносило и все говорит вот тебе платит кремль ты специально замалчивают сколько людей погибло потом правда там этот соболев несчастный извинился сказал не подумал и все замяли типа да тогда это им сошло с рук она уже тогда было понятно что какой-то как эта странная политика вбросить панику я уже тогда начал замечать что есть блогеры которые безумно быстро то ли по тупости то ли из-за хайпа начинают подыгрывать паническую повестку информации который наоборот раскачивает вот этот эмоциональный маховик людей скорее все это хайп просто да и не имея информации чем там заплатили и так далее хотя это не точно вторая была ситуация более комичная после которой от меня отписалось несколько тысяч человек это когда началась история с сахаром вышел на ютюбе этот сахар значит да и все начали сходить с ума вдруг оказывается по сахару что нас всех травят убивают и я тогда объяснял с точки зрения физиологии что глюкоза там сахароза как она работает что действительно это важно почему колит глюкозу в реанимации о том что такое инсулинорезистентности диабет 1 2 типа о том что действительно перебирать сахаром не нужно потому что можно прийти к инсулинорезистентности потом диабету она в то же время не нужно перегибать палку и кстати последние исследования показывают что по ходу дела сахарозаменители вреднее сахара под уже сейчас воз будет ставить большой вопрос о том что сахарозаменитель по ходу дела провоцирует доказанный рак и сейчас все эти адепты значит сахарозаменителей будут очень сильно в мета анализе наклонены понятно что дело ну как бы да и там было просто ко мне приехала электричка какая-то ботов потому что мой пост выложили в какой-то группе против сахара и там прям бабки прям на же бабки приехали меня чмурить с этим сахаром и тогда тоже была информация что мне платит кремль чтобы я людей травил сахаром следующая история была с вышками 5g когда вот это ебанько боня объевшиеся грибов по-другому и не скажешь грузила весь народ свой что вышки 5g за нами наблюдают на вот чем она либо руководство с острым психозом но по ходу дела на руководствуется ей неважно какую тему трогать лишь бы просто вот кипиш наводить среди своих подписчиков вот сейчас много говорят людей вышек 5g их стало около десяти в десять раз больше пример никто эту тему не обсуждает и я тогда писал что беру люди походу вы ебанулись да потому что как бы вообще писать такое 5g технологии какое-то имеет отношение к вашей голове и так далее люди ходили фотографировали эти вышки за нами следят но это реально помешательство массовое тогда от меня отписалась еще там пару тысяч человек значит но самое жесткое когда меня обвинили в агентстве так называемом кремля это когда случился к вид когда да когда я пытался объяснить людям что вакцинация это важно и о том что вакцинация спасла миллиона жизней и о том как времен как открыл пенициллин и пенициллин тоже не принимали и что благодаря пенициллину именно выжили миллиарды людей и благодаря вакцинации выжило человечество и о том как работает механика прививки о том как работает спутник люди меня хуесосили тоннами просто потому что все должны были поумирать от этих прививок у меня вопрос сколько поумирало людей вашем окружении от прививок в моем окружении есть люди которые умерли от к вида но у меня нет в окружении людей которые умерли от прививок до в мире было продано очень много спутника и так далее и что ты как-то где эти люди и тогда вот это началось плюс я все-таки понимаешь я вот сейчас я буду заниматься для ран хикса эмоциональным интеллектом президентской академии а это достаточно много доверия то есть это уровень когда тебя туда приглашают это значит что тебе доверяют а то что ты делаешь это ваш это тоже может давать такой отпечаток да так скажем я со многим не согласен и я не отношу себя к фанатам путина с точки зрения под прям идола поклонничества и я со многим не согласен с точки зрения медицины очень сильно критикую образование и я думаю что сейчас медицина стала лучше во многом после к вида к вид подсветил огромное количество негатива образование сейчас вот тоже подсвечено и я под как раз этим и буду заниматься и я не занимаюсь политикой там партии какой-то дали там за президента и так далее я занимаюсь сугубо том чем я компетентен я могу там делать неплохое образование могу делать хорошую историю с психотерапией и с эмоциональным интеллектом в россии и по большому счету после владимира владимировича будет другой президент или третий президент мне лично не так уж и важно мне важно чтобы мне помогали и не мешали развивать образование в россии и у государства есть на этот запрос у государства и запрос на хорошую медицину на хорошее образование сейчас будет запрос видимо на военные какие-то изменения да скажем так уж тоже подсветили что там не все мягко говоря хорошо поэтому я не фанат путина и я со многим не согласен и многие вещи мне кажутся спорными но я не тот человек который начинает кричать об этом я тот человек который говорит ребят я вот у вас тут полный пиздец в образовании у меня есть моя организация которая показывает как можно классно делать вот наши кейсы там тысячи выпускников то результат давайте это масштабируем на уровне федерального федеральном уровне вот я не из тех людей которые кричат значит надо выходить на улице я говорю давайте просто сделаем вот я могу сделать то что я умею я этим и занимаюсь а кричать кого-то поддерживать не поддерживать это значит людям которым делать нечего мне кажется но если ты умеешь что приди приди и покажи телом предложи начни то со своего города даже где-то сам со своего региона правильно владимир владимирович когда сказал прежде чем на что-то претендовать про навального тогда говорил в самолете было интервью человек должен проявить себя и доказать что он помимо слов помимо красивых речей он может реально что-то делать и вот моя школа это что мы делаем в области образования это конкретика того что я пытаюсь государства до показать что потом с этим кейсом прийти сказать я не просто там балабол у нас вот если такая организация вот с нами медики вот мы сделали эти проект мы сделали вот сообщество мы сделали программу вот вот смотрите какая классная история вот наши рекомендации от министерствам или там больниц дайте нам федеральный федеральную поддержку чтобы это масштабировать на федеральном уровне вот 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 это да вот этим я занимаюсь но я не идола поклонничеством занимаюсь там путина лично или там правительство мне много вопросов тем более у меня есть вещи которые мне гораздо приоритетнее чем сидеть и обсуждать правительство нет страны с идеальным президентом нет страны с идеальным правительством дубай по объему нефти и по объему площади нельзя сравнивать с россией вот типа дубай такой вот такой а россия вот такая такая но кому он возьмите площадь дубая возьмите экономику дубая возьмите площадь россии население россии да там но это несравнимая вещь нельзя сравнивать не понимает поэтому нет к сожалению я про я получил государственные деньги я получил не буду называть сумму нельзя я получил по контракту с russia today гонорар и это можно назвать государственными деньгами это единственные деньги которые получил государство более того если мне сейчас позвонят скажет вам дают грант на 5 миллионов рублей вашу школу я не возьму потому что потом замучают проверками замучают отчетами мне этот геморрой не нужен если государство захочет мне помочь максимум что мне нужно я скажу просто мне не мешаете дайте мне реализовывать свою задачу и я буду реализовывать молодежную политику там так как это я вижу с точки зрения стрессоустойчивость развития эмоционального интеллекта не хотите чтобы вмешивался кто-то в то образование которое вы сами создаете нет и не в том смысле чтобы вмешивался а в том смысле чтобы знаешь есть понятия не мешайте вот когда-то что-то сделал хорошее и единственное порой что нужно от государства просто чтобы они но не регулировали не мешали и далее отрасли нормально развиваться они закручивали бумажками проверками отписками протоколами и так далее что у меня сидит целый методический отдел и на каждого из вас там папка там договора протоколы ведомости табели справки там такое количество бюрократии у меня возникает вопрос на хрена вот это надо ну зачем но можно же все упростить но это ладно мы это делаем есть закон есть закон все поэтому нет я не агент кремля к сожалению денег мне путин не отгружает я в не уверен что она мне нужно да поэтому я просто человек который хочет в этой стране реализовать то что на что у меня есть потенциал так спасибо вам большое за то обучение которое создали действительно крутое спасибо ответили на мои вопросы спасибо